Мне кажется, армянская страна никогда не связывала свое участие либо неучастие в мероприятиях под эгидой СНГ с присутствием какой-либо иной страны, участницы в этом мероприятии. Скорее всего, решение относительно того приведения министра иностранных дел участия в мероприятии, которое планируется в Минске, оно определено, либо на него повлияли именно те события, которые происходят в последнее время в приоритетах, которые касаются внешнеполитических ориентиров Республики Армения, и тех заявлений, которые касались сотрудничества Армении со странами СНГ, со странами ОТКБ, а как вы помните, все страны ОТКБ одновременно являются и членами СНГ. То есть, если предположить причины неучастия, то скорее она кроется не в присутствии кого-то из участников данного форума, а в тех приоритетах, которые существуют у Республики Армения в настоящее время с точки зрения планирования своих действий во внешнеполитической сфере. Что касается вашего вопроса относительно азербайджанам, ну, площадка, которая существует на сегодняшний день непосредственно для общения с этой стороной, она, вернее, предполагает обсуждение по поводу делимитации и демаркации на уровне вице-премьеров, ну и, соответственно, если говорить о нежелании обсуждать этот вопрос, то при отсутствии обсуждения решения мы не получим во всех случаях, так что лучше говорить. Неизвестно, примет ли кто-то из других официальных лиц, представляющих Армению участие в заседании, исключено, что участие будет понижено до какого-то уровня, но присутствие, как это было в последний раз на встрече министров и советовиков вооруженных сил в Москве, где Армения была представлена на этом заседании, хотя понятно, что это представительство не было на уровне министра. Что касается заморозки членства, то, как вы помните, участие в СНГ, оно предполагает достаточно широкую нормативно-договорную базу, которая определяет многовекторные, многогранные отношения между странами и участниками СНГ и заморозить свое участие будет не совсем очень просто, хотя в случае, скажем так, желания, конечно, сделать это в этом направлении работу будет вестись. Но говорить о том, что будет заморожено участие полностью в рамках СНГ, в ОПК, как вы помните, официальная позиция закасалась, сколько заморозки участия в ОТКБ, при этом структуры, которые носили не безопасность на политический характер, а более экономический, либо экономико-политический характер, они не были затронуты теми позициями, которые касались участия в работе в ОТКБ. В первую очередь это касалось Евразес и в меньшей степени работы в рамках СНГ.